Всем привет, с вами Председатель. Все мы прекрасно знаем ходившую у нас серебряную монету, которую называли Ефимок. Ну а кто не знает, это видео будет вдвойне интереснее. Итак, крупная серебряная монета Иохим Сталлер, которая чеканилась в Священной Римской империи, начиная с первой половины 16 века. Так как своего серебра у нас не было, историки говорят, что мы завозили специально вот эти вот серебряные монеты и из них уже чеканили свои копейки. А вместо рубля у нас как раз и ходил вот этот вот Иохим Сталлер, но с надчеканом. Или, как у нас говорили, ефимки с признаком в виде двух штемпелей. Один с всадником, как нам говорят, это московский герб, и числовая печать, которую некоторые называют годом 1655. А некоторые – пробы серебра 16СС, стерлинг-сильвер. И мы как раз сегодня вот эти с вами ефимки с признаком и разберем. Есть теория Носовского с Фоменко, что таким образом русский царь, находясь в метрополии, собирал дань со всей Европы. Мы рассмотрим обязательно и эту теорию, но она почему-то у меня совершенно не вяжется с фактами. Моя же теория говорит совершенно об обратном, что именно мы и были колонией. И я вам это докажу на примере вот этих вот монет. Но вначале я хочу развеять ноябрьскую печаль и приглашаю вас в интернет-магазин русскаяодежда.рф, где одежда по-домашнему уютная, а сотрудники внимательные и заботливые. Только в предсельмаге шерстяные рубашки, словно теплый плед, легко заменят свитер с оленями. Удобные и красивые, где шерсть можно почувствовать даже на ощупь и смело закутаться в теплый капюшон, поднять воротник или застегнуться на все пуговицы. Цветные косоворотки с добавлением кашемира не просто уютные, но стильные и красивые. Смело одевайте шерсть поверх хлопка или льна. Медовый лен, коричневый, серый и не зацикливайтесь на всем темном. А если сомневаетесь, выбирайте красное. Трудно найти подарок оригинальнее и полезнее для здоровья. Наши джоггеры из мягкого теплого хлопка, эталон удобства и практичности. Карго, свободы и функциональности. Мужские и женские брюки на резинке, все размерности и легкости. Укутывающий силуэт жилета из натуральной овечьей шерсти. Как неприметное одеяло. Очень заботливый и по-новогоднему белый и пушистый. С тапками в подарок. Как и трикотажный спортивный костюм с начесом. В душе появляется тепло, которое вместе с костюмом греет всю зиму. Но по-настоящему восхитить и наполнить сердце добрыми чувствами может только души грейка из оригинальных павлопосадских платков. На льняной подкладке или двусторонняя меховая с узорными рукавичками превратит ее обладательницу в настоящую русскую красавицу. Или в прелестную снегурочку. Ждем вас за новогодним волшебством в интернет-магазине русскаяодежда.рф, предсельмак и в московском шоуруме на земляном валу 7. Тема денег как исторических артефактов, я думаю, заслуживает большого внимания. Поэтому я и пытаюсь за нее как следует зацепиться. И всем нумизматам предлагаю присоединиться к этим исследованиям. Чеканка монеты, хождение монеты на той или иной территории могут о многом нам рассказать. Ну вот, например, пустота, которая образовалась некий вакуум. Ну а по сути просто придуманная история. Нашими историками охарактеризовался как безмонетный период. Ну, представляете, были деньги, деньгами рассчитывались. И вдруг с 12 до 14 века, получается 200 лет, решили сделать перерыв. Забыли про деньги, вернулись к меновой торговле, а потом вдруг решили опять вернуться к деньгам. Это как из прошлого фильма, я говорю. Банки были придуманы еще при тамплиерах. Потом они их забыли, что для государства вещь-то очень удобная. И у нас банки появились только при Екатерине II. Из кирпича строили-строили, колизеи всевозможные. Потом забыли, как обжигать кирпич. И опять в 15 веке вспомнили. И все строительство опять пошло из красного кирпича. То есть, понимаете, сколько пробелов в истории, которые и пытаются скрыть такими вот безмонетными периодами. Ну что ж, давайте разбираться. В русском царстве, ну или в московском царстве, в Московии не было своего серебра. Согласитесь, уже настораживает. Серебряная монета у нас чеканилась. Серебряная монета у нас ходила на территории государства. Но своего серебра у нас не было. То есть, русское государство зависело от поставок серебра из Европы, с запада. Смотрите, у нас сейчас очень похожая ситуация. Мы можем напечатать российских рублей столько, сколько у нас в стране имеется золото валютных резервов. Проще говоря, долларов. То есть, наш центральный банк очень даже зависит от МВФ, Международного валютного фонда. И это четко прописано в законе о центральном банке. То есть, что тогда мы зависели от серебра, поступаемого из Европы, что сейчас мы зависим от евро и долларов, поступающих оттуда же. И наши историки нам говорят, чтобы напечатать деньги, русские копейки. Ну, помните, я вам показывал московские, новгородские копейки, так называемые чешуйки. Вот такие вот полушки мизерные. Нам из Европы везли на кораблях серебро. Вот в виде таких вот таллеров. То есть, уже готовые монеты. Мы за это серебро им отдавали наши товары. Мед, пеньку, лен, шкурки пушных зверей, лес. И уже для внутреннего хождения этого серебра мы перечеканивали вот эти вот иохимсталлеры вот в такие вот разменные монеты. Хотя сами эти таллеры тоже использовались как крупная монета. Для внутреннего хождения на него просто ставился надчекан в виде двух печатей. И в обиходе этот иохимсталлер называли по первому слову иохимс, то есть ефимок. Ефимок с надчеканом называли ефимок с признаком. И вот эти вот ефимки с признаками уже легально ходили на территории нашего государства. Но это было, как нам говорят, только после денежной реформы Алексея Михайловича, Тишайшего. А до этой реформы якобы все эти таллеры должны были обязательно быть перечеканены в копейки. Ну, во всяком случае, так написано в торговой книге. Конечно же, оригиналы этой торговой книги середины 16 века никто и в глаза не видел. Но есть издание этой книги 1851 года, Санкт-Петербургской типографии, которая и содержит главу о так называемых ефимках. У иностранного купца было несколько возможностей оприходовать завезенные с собой таллеры. Он мог их сдать государству за 36-36,5 копеек. В то же время он мог воспользоваться правом свободной чеканки. То есть, отдав в передел на монетный двор свои полновесные таллеры весом 29 грамм, он получал 38-38,5 копеек. При этом монетный двор не оставался в убытке, так как перечеканивал ефимок в 43,5-44,5 копейки. А вот уже использование заграничной монеты непосредственно в торговых операциях было запрещено. И в случае обнаружения монета подлежала конфискации, а купец наложению штрафа. Что случилось? Почему вдруг после денежной реформы Алексея Михайловича этот Иохим Сталлер разрешили к внутреннему хождению? И вообще, почему решили, что это было после реформы Алексея Михайловича? Наши историки ни одну книгу написали про русские ефимки. Ну вот, например, исследование и каталог Спасского «Русские ефимки». И это, я вам скажу, потрясающая работа. Вообще, Спасский среди нумизматов имеет очень большой вес. Он составитель каталогов, советский ученый-историк, ведущий специалист по русской нумизматике, главный хранитель отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. В общем, светило из светил. И его описание монет, в данном случае Ефима, к нам очень пригодится. Просто выводы из всего этого исследования он сделал не совсем правильные. Ну, или, может быть, цензура не разрешила ему сделать правильные выводы. Ну, кто его знает. Мы-то с вами не ангажированные исследователи. Мы не состоим на зарплате у тех или иных сил, поэтому вольны делать любые выводы. Так вот, Спасский уверяет нас, что одна из надчеканов – это дата 1655 год. А денежная реформа Алексея Михайловича, как мы знаем, проходила с 1654 по 1663. Ну, так, во всяком случае, нам говорят историки. Меня это тоже немножко насторожило, ведь именно в 1654 году начинается так называемая русско-польская война. Ну, ничего не скажешь, самое время для денежной реформы. Ну, ведь вы все помните, какое событие произошло в 1654 году. Ну, так называемое присоединение Украины к России или воссоединение Украины с Россией. Это все происходит во время военного конфликта между Россией и Речью Посполитой. И присоединение Украины, и денежная реформа, и последующий медный бунт. Медный бунт, как нам говорят, произошел в 1662 году. Ну, что же, население не вошло в положение государства, но что, не понимало, что идет русско-польская война? То есть, смотрите опять, как много событий связано с одной датой. А там еще у нас и русско-шведская война приключилась. Ну, на Ефимке, как нам говорят, стоит дата 1655 год. Но если это дата, то, согласитесь, для русского государства это очень странная дата. Во-первых, летоисчисление в русском государстве было не от Рождества Христова, а от создания мира. То есть, не 1655 год, а 7163 лето. И писалась дата у нас не арабскими цифрами, а церковнославянскими буквами. Вот, я вам совсем недавно показывал рубль Петра I, где даже на рубле при Петре I, уже после его реформы 1700 года, еще дату писали церковнославянскими буквами. Хотя сама дата уже была от Рождества Христова. В данном случае 1719 год. И даже в 1720 году, еще на рубле, дата обозначалась церковнославянскими буквами. Так что цифра 1655 на Ефимке могла быть только в одном случае. Если эту печать ставили на Западе. И уже к нам везли надчеканенные монеты. Ведь в Европе летоисчисление от Рождества Христова уже было введено давно. Но наши историки, нумизматы и, в частности, Спасский считают иначе. А именно, что Иохим Сталлера везли к нам из Европы, а надчеканка уже производилась у нас. Вот как начинает свою книгу Спасский. Россия очень поздно могла поставить на службу своему монетному делу отечественную добычу драгоценных металлов. Для этого еще требовалось освоить недра Урала и Сибири. Открытый на пороге 18 века в Нерчинске единственный тогда серебряный рудник России не давал за год и пары пудов металла. Давайте к Уралу, к Сибири, к Нерчинску и вообще к добыче серебра еще вернемся. Смотрите, сюжет этой книги ефимки. То есть контрмаркированные в Москве 1655 года таллеры почти всей континентальной Европы, без Франции. На несколько лет ставшие русской монетой специального назначения. Ну а что такое континентальная Европа? Это по сути и есть священная римская империя. Дальше Спасский нам разъясняет слово ефимки. Как свойственно многим импортным товарам, название таллер пришло в Россию вместе с ним. Оно несло в себе название чешского ехимова, где таллер впервые был отчеканен и трансформировался из иохимсталлер в короткое ефимок. Для разных видов таллера в ограниченном кругу людей, занимавшихся ими в России, возникали частные названия. Например, для добротных таллеров германских городов и государств Любский от имени Любика. Города, через который они ранее всего приходили к нам еще в первой половине 16 века. А новым Любским стали с начала 17 века добротные риксдальдеры объединенных провинций. Крыжовыми, крестовыми, прозвали патагоны южных испанских Нидерландов. Как кажется, им же принадлежит название Риальские. Шведские солидные таллеры с изображением короля без короны или другого головного убора стали пляшивцами. А датские с изображением короля во весь рост одноногими. Одну ногу прикрывает стоящий у нее щит. Но все они, когда их еще не начеканивали, собирательно были ефимками. Это общее название любых высокопробных западных монет весом 28,5-29 грамм, а изредка и до 32 грамм. В 19 веке это старинное русское слово забылось и отмерло в его универсальном значении. А тем временем в раннем русском собирательстве именно оно прочно пристало контрмаркированным в 1655 году монетам и осталось за ними. Несмотря на то, что в свое время у них было собственное официальное название «Ефимок с признаком». То есть с приметой. Этот-то признак, небольшое прямоугольное клеймо с датой 1655 и круглый оттиск обыкновенного штемпеля тогдашней московской копейки. Допускали такие монеты с 1655 по 1659 годы в законное обращение России в отличие от обыкновенных таллеров, без признаков. Что еще отмечает Спасский? Изображение всадника с копьем и вот с таким знаком под конем восходит к одному единственному контрпунциону московского монетного двора. Ну вот я нашел «Ефимок» с этим знаком для примера, чтобы вы представляли, о чем идет речь. То есть вы понимаете, такой воротило нумизматики, как Спасский, очень четко уверен, что ефимки надчеканивали двойным клеймом на московском монетном дворе. Всадник с копьем, как он пишет, это был обыкновенный штемпель тогдашней московской копейки. А второе клеймо – это дата 1655. И его почему-то не смущает, что такой даты, по сути, в московском царстве вообще никогда не было. И что абсолютно все найденные и занесенные в каталог ефимки, а их порядка 1800 штук. Все с одной и той же датой – 1655. И он об этом неоднократно указывает в своей книге. Вот смотрите. Новинкой был только специальный штемпель с цифрами 1655. Один из самых ранних случаев употребления на Руси – арабских цифр. И вот смотрите, что я нашел в полном собрании законов Российской империи. В указах князя Алексея Михайловича за 1657 год или 7165 лето. За номером 204 от 8 апреля – это грамота в Илимский острог воеводе Бунакову. О допущении в оборот новых серебряных рублей, четвертей и других мелких денег. И о запрещении в сибирских городах торговать медными деньгами. Об этом мы поговорим в следующий раз. Здесь же я хочу обратить ваше внимание на описание Ефимки. Здесь вначале описывается рубль. И дальше – да, серебряные же Ефимки. На них начеканено копеечным чеканом. А это действительно копеечный чекан. Я специально сравнивал. Вот, например, копейка. И этот оттиск соответствует чекану на таллере. Так вот, на них начеканено копеечным чеканом – да циферными словами. То есть вот это вот 1655. С одной стороны, четко не говорится, что здесь написано цифрами 1655. Что такое циферными словами, как говорится, догадайтесь сами. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вы все прекрасно помните, что копейка была московской и новгородской. Московка – новгородка. Всадник с саблей и с копьем. Копейка, откуда и пошла, как нам говорят. Также еще был Псковский монетный двор. А во времена так называемого Смутного времени Пожарским был еще открыт монетный двор в Ярославле. Вы, кстати, можете дополнить в комментариях, потому что всего я могу не знать. Я не нумизмат. Но монетных дворов в русском царстве было много. Но все ефимки надчеканиваются только в московском монетном дворе. А якобы все остальные монетные дворы вообще закрылись. Вот, читаю, что пишет Спасский. Таллеры надолго стали основным сырьем для русских монетных дворов, находившихся в Москве, Новгороде и Пскове. А после 1627 года только в Москве. Об этом я тоже хочу поговорить в следующем видео. Почему закрылись монетные дворы в 1628 году и начали только работать в 1654-м, начав чеканку медной копейки взамен обычной серебряной. Но все таллеры надчеканиваются только в Москве. Смотрите, Спасский пишет. В нашем каталоге описано почти 1800 ефимков из коллекции многих советских и иностранных музеев и приватных коллекций. Далее, что пишет Спасский. Можно без большой погрешности признать, что в 1655 году получила московскую надчеканку до миллиона таллеров, выпущенных во множестве государств Западной Европы от 1-3-16 века по 1655 год включительно. И вот тут в каталоге Спасским приведены рисунки этих монет. И, соответственно, что это за монеты, на которых делались надчеканы. Ну, а как вы понимаете, Нидерланды это были соединенными государствами. И вот каждое государство печатало свою монету. Западная Фризия, Зеландия, Голландия, дальше группа испанских Нидерландов. Брабанд, Антверпенд, Брюссель, Нижняя Саксония. Ну, то есть Гамбург, Даненбург, Брауншвейг, Вюльфенбютель. Знакомые названия, не правда ли? Новая Люнебургская линия, Ганновер, монеты Любика, Магдебурга, Ростока. А вот и Галштинские монеты, Брауншвейгский город. Ссылку на этот каталог я оставлю в описании. Вы самостоятельно можете все посмотреть и изучить. Что самое интересное, что так называемый московский надчекан ставился как на монетах, ну, например, 1524 года, так и на монетах 1655 года. То есть диапазон был более 130 лет. Ну, вы представьте себе ходячую монету, которой более 130 лет. Она бы стерлась. Но перед нами очень хорошие экземпляры. Итак, мне кажется, я максимально полно описал вам официальную историю так называемых русских ефимок. Или ефимков, как правильно. Давайте быстренько вас познакомлю с так называемой имперской теорией Носовского и Фоменко, ну, или Александра Касса, которую он описывает в своей книге «Крушение империи русских царей». Якобы Московия с центром в Москве собирала со всей Европы, со всей Азии дань. И вот эту дань в виде серебряных иохимсталлеров везли через порты Архангельска в Москву. И вот в этой теории как раз и говорится, что штемпель 1655 никакая не дата, а проба серебра. 16 СС. Стерлинг-сильвер. А 16 это якобы 16-я часть фунта. Фунта стерлингов. Я, честно говоря, сам бы рад был такой реальности. Но, к сожалению, факты не дают принять мне эту теорию. Ну, хоть убейте, не может митрополия чеканить вот такие вот безобразные копейки. А ведь, как нам говорят историки, эти проволочные монеты чеканились на Руси с середины 14 века до 1717 года. И при этом вассалы империи по этой теории выпускают вот такие вот таллеры совершенно другого уровня чекана. Ну и потом сама Москва, ее расположение, где она находится, какими реками до нее добираться. Да, возможно, Москва находилась в другом месте. Мы об этом с вами тоже говорили. И вот этой вот нынешней Москве скорее всего не более 200 лет. Кто не смотрел, в правом верхнем углу экрана появится ссылка на фильм с достаточно смелым предположением. Ну и в действительности я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это, дата или проба. Это может быть что угодно. Может быть это номинал. Я эту печать крутил, читал зеркально, смотрел на нее кверх ногами. Давайте подключайтесь, напишите свою версию в комментариях. Ну и опять же, если рассматривать имперскую версию, то, что нам этими ефимками платили дань, то я не нашел больше примеров с империями, которым также платили дань и ставили на монетах штемпели. Но мне кажется, чтобы понять суть ефимок с признаком, то есть вот с этим вот двойным надчеканом, нужно найти другие монеты с надчеканом и провести параллель. И опять же хочу поблагодарить Сергея Фирсова, который пишет статьи для нумизматического журнала «Золотой червонец». И вот он мне прислал статью, посвященную Таллером Марии Терезии. Это самая популярная серебряная монета, когда-либо выпускающаяся. И когда я увидел надчекан, на этих таллерах я сразу вспомнил про ефимки. И как вы думаете, какой же надчекан на таллерах Марии Терезии? Это не что иное, как колониальный надчекан. Вот смотрите, таллер Марии Терезии 1765 года. Надчекан – голландская Ост-Индия. Индонезия – остров Ява. То есть везли таллеры для своей колонии на остров Яву. Вот надчекан Джибутти. Надчекан – Саудовская Аравия, 1902-1921 год. Надчекан – Йемен, французская колония Шейх Саид. Таллер Марии Терезии с надчеканом торговых китайских компаний. Надчекан – португальской колонии Мозамбик. И увидев эти надчеканы, я сразу бросился искать еще монеты с надчеканами. Конечно же, колониальные монеты. Вот так называемый дырявый доллар. Это австралийская монета, или как здесь подписано, надчеканом. Новый Южный Уэльс. Также стоит дата надчекана – 1813 год. А на другой стороне надчеканом надпись «Five Shilling». Пять шиллингов. А сделано это все было на монете 8 реалов 1791 года. Кто, кстати, помнит историческое название Австралии – Новая Голландия? Ну, во второй половине 18 века известный нам Джеймс Кук, которого съели аборигены. Но это не точно. Так вот, он высаживается на австралийский континент и дает ему название Новый Южный Уэльс. Как вы думаете, куда британская корона отправляла осужденных преступников? Вот как раз сюда, на Новый Южный Уэльс. А мы отправляли куда? В Сибирь. Но это так, для затравочки, в следующем фильме об этом поговорим. Поговорим о первых рублях Алексея Михайловича, как раз с двухглавым орлом. О серебре. Откуда оно вообще бралось у нас или в Европе? Кстати, из дырявого доллара дырка тоже шла в оборот. Она стала разменной монетой в 15 пенсов. А вот смотрите, монета в 8 реалов. Надчикан Ост-Индской компании. 1788 год. Это, как нам говорят, мексиканская монета. А вот надчикан МР для португальской колонии Мозамбик. Время правления Жозе I. 1750-1777. Тоже на испанских 8 реалах. Монета, как вы видим, сама 1761 года. Вот тут что-то подобие дырявого доллара и надчикан для колониальной британской Гвианы. Времен правления Георга III. Опять на испанских 8 реалах. Надчикан Филиппин. Как нам говорят, манильский монетный двор. Но монеты не только дырявили, но и резали. Это пятая часть монеты номиналом 8 реалов. С круглым надчиканом. В данном случае тройка. Это, как нам говорят, как раз обозначение номинала. Это остров Кюрасао. Колония Нидерландов. Ну и тройка 3 реала. Четвертая часть монеты номинала 8 реалов. Это Тартолла. Остров на британских Виржинских островах. Два шиллинга. Вот еще Сент-Люсия. Остров в Карибском море. И вы знаете, мне сразу вспомнились вот такие вот обрезанные полуполтинники Алексея Михайловича. Как мы видим, здесь тоже идет надчикан. Садник с копьем. Поверх, скорее всего, серебряного таллера. Ну, вернее, одной четвертой части этого таллера. А с другой стороны идет надчикан. С указанием князя Алексея Михайловича. Так что я прям не знаю, стоит ли озвучивать свою теорию по поводу происхождения вот этих вот ефимков с признаком. Или все и так очевидно и понятно без слов. Но, возможно, это как раз и было последствия смутного времени. Переход династии от Рюриковичей к Романовым. Ну, а кто такие Романовы, я вам повторяю в каждом видео. Я говорю, очень непонятно, почему закрываются монетные дворы. В Пскове, в Новгороде, в Ярославле. И работает только один московский двор. И что интересно, в так называемую денежную реформу Алексея Михайловича начинает работать новый московский английский денежный двор. И об этом я расскажу в следующем видео. В любом случае, я продолжу свои изыскания по монетам русского государства. Меня, если честно, эта тема очень заинтересовала. Вы, кстати, напишите в комментариях, вам нравится эта тема. Или, может быть, я вас мучаю, и вы бы с удовольствием послушали что-нибудь другое. В любом случае, следующее видео я уже анонсировал. Тема серебра еще не раскрыта. Ну а вы, в свою очередь, не поленитесь, поддержите канал, поставьте большой палец вверх, напишите свой комментарий. Для вас это ничего не стоит, а мне, поверьте, будет очень приятно. Ну и на этом сегодня у меня все. С вами был Председатель. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok